В Доме правительства прошло совещание по итогам заседания одного из подразделений Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. Вопросы касались организации доступной и качественной медицинской помощи в городах закрытого типа. Они являются научными центрами, там где сосредоточены специалисты по самым высоким, самым современным, по самым уникальным технологиям. Многих технологий просто нет в мире, нигде, кроме нас. Сохранение этого потенциала, в первую очередь человеческого потенциала, подразумевает и особый подход к системе здравоохранения. В течение последних уже почти 10 лет система обеспечения здравоохранения в городах, размещения предприятий атомной промышленности не просто тревожит людей, а становится имеющей реальные основания. Так в городе атомщиков воплотят в жизнь 6 проектов по нацпрограмме здравоохранения. Участники заседания в Госдуме поддержали предложение главы региона Сергея Морозова о включении городов, где работает Росатом, в федеральный нацпроект. Прошло общественное обсуждение по включению системы здравоохранения города Демитрограда в национальный проект здравоохранения. Мы, вот Сергей Юрьевич присутствовал, обсудили там возможность, чтобы город Демитроград принял участие в целом ряде рабочих групп. Сейчас создана рабочая группа, которая занимается проектно-сметной документацией. Федеральные деньги направят на ремонт поликлиник, закупку оборудования, развитие новых направлений и привлечению кадров. Прилегающую территорию к больницам благоустроят, приведут в порядок соответствующие остановки и дороги. Просчитать как финансовую составляющую, так и составляющую функциональную по всем этим направлениям, что я ниже перечислил. И представить предложение совместно с правительством Ульяновской области, какая часть мероприятий будет финансироваться из федерального бюджета, какая часть будет финансироваться из регионального бюджета и подать эти предложения на рассмотрение компетентных органов. По поручению губернатора поликлиники начнут прием пациентов в выходные дни. За счет этого очереди за талонами уйдут в прошлое, а медпомощь станет доступнее. В этом году первым в пилотный проект войдет Димитровград. И если опыт станет успешным, то в скором времени его распространят на все муниципалитеты области. Смотреть, каким образом эту систему нужно отрегулировать, может быть, сделать какие-то выходные дни, а в воскресенье, когда... Это надо отрабатывать систему и смотреть возможности, изучать по каждой поликлинике комплектованность, врачебный состав. Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до конца 2020 года сделать медпомощь доступной во всех населенных пунктах России. За последующие два года будет построено и модернизировано 1600 медицинских пунктов, часть из которых находится в том числе и в Ульяновской области. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. 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 Продолжение следует...